Привет, привет, дорогие друзья. В этом видеоролике с вами поднимем тему, связанную с изъятием недвижимости у граждан. Был принят определенный закон. Также рассмотрим достаточно интересное решение суда по поводу конфискации имущества у колониста. Такое вот тоже есть. До такого мы дожились. Будем в этом разбираться. Во-первых, это не законы беззаконные. По-друге, те, что проголосовала Верховная Рада, потом за голову брались даже слуги. Почему я... Есть там притомные слуги, которые выступали сегодня, в том числе, в зале. Казали, что... Ну, бегали по залу и казали, что за это голосовать не можно. Есть другие слуги, непритомные. Их, на жаль, много. Потому что до деяких я подходил, навіть до голливых комитетов. Я говорю, вы же за это проголосовали. Ой, этого не было в первом читании. Я говорю, было. Я про это выступал с трибуны. И сказал, что там самая такая ситуация, которая есть. А вы за это проголосовали. Про что иде мова? Они под гарными гаслами про инфраструктуру. Это за низкой обмин, с подачи Федорова, с подачи Держспецзвязку. Они приняли решение, что сейчас без любого решения суду, за решением військовой администрации, можно конфисковать вашу землю и объекты нерухомостей. Это всем известный Дмитрий Разумков. Рассказывает о законе. Я уже, честно хочу сказать, в моем канале об этом говорил. И когда-то, вот когда я говорю, что-то как-то так все к этому отнеслись спокойно. Когда этот видеоролик кто-то нарезал и закинул в телеграм, то все мне стали его заслать. Говорят, а вон Дима же говорит. Дима, Дима, там Дима, Димончик. А когда я говорю, то что-то меня никто не воспринимает. Просто прийти и, мягко кажучи, коррупционный глава областной військовой администрации, а я хотел бы вам всем нагадать, что это ставленник офиса и президента, потому что их призначает президент. За погоджением с Кабмином, но президент. Ни хто и другой. Володимир Васильевич Зеленский. Так это что, Дмитрий Разумков хочет сказать, что Зеленский как-то запачкан в коррупции. Просто я знаю, есть такая вот тема, такое мнение, когда говорят, что все вокруг воруют. Он не берет. Он не берет. Верите в это? Напишите в комментариях. Так что Дмитрий Разумков рассказывает о том, что согласно того, что у нас есть определенный голова военной администрации, это бывший губернатор, его назначает президент, понятно, он может принять решение, согласно которого изъять имущество, то есть там какой-то земельный участок, на нем там дом. Ну, то есть изъять, просто вот написать свою вот эту бумагу. Я хочу заметить, в начале войны были подобные случаи с транспортными средствами, когда там они писали бумагу и забирали. Там, если кто-то может помнить, у меня видео было про учителя со школы, у которого таким образом полицейские вместе с военными изъяли машину, и он там сколько-то лет судится и никак не может понять, где это транспортное средство находится. Они будут забирать ваше майно, а весь цинізм в том, что вы даже в суд не можете обратиться. Вы, если обратитесь в суд, то суд вам відмовит в этом. И рассматривать ваше вопрос не будет до конца войны, если не помиляюсь, там два года после завершения военного стану. За этот час вашу землю, ваши объекты разберут по запчастинам, и, в принципе, або что-то будуют, какой-то маят для того же головы військовой адміністрации, або, возможно, для представника Офиса президента, потом еще узаконять таким образом, и вы с нею попрощаетесь. Такого немає навіть вражце. Тобто, навіть у країни-агресора такого безглуздя немає. Если мы говорим про европейские государства, там взагалі такого немає. В них на голову не наладить. Но сегодня за это проголосовали. Продавали, как черговый президент сказал, за это проголосовать. Вы поняли. В общем, проголосовали. Как говорится, все нормально. Будут изымать. Ну, ведь сейчас война, и судиться не сможете. Ну, такая ситуация, мягко говоря, странная, конечно, для той страны, которая собирается вступать в Евросоюз, в НАТО, и еще в какой-то галактический космический альянс. Есть такой вот выбор суду от 28 серпня 1924 года. Место Хмельницкий. Тоже очень интересное решение суда, как для меня, как для юриста. Сейчас я прочитаю, что там в конце суд решил. Ну, по-перше, особу вызнали виноватую у статті 336 КК Украины. Это та самая статья, которая называется «Ухилянство». Наши влады так ее любят называть. И вот самый интересный момент. За сукупностью криминальных правопорушений, шляхом часткового складання вызначенного покарання, вызначати остаточное покарання в выгляде позбавлення воли на строк 4 роки та 2 месяца, с конфискацией, належную ему на праве властности майна, кримжитла. Помните, друзья, они там рассказывали, у хилянтов майно забивают, давайте их будем раздевать и займать имущество. Ну, тут написали конфискация. Это все, кроме жилья. Ну, то есть, жилье человеку в данном случае еще оставят. То есть, бисхать камвинны станы, після того, як вицидити у в'язныці. Ну, хочу заметить, что здесь есть определенный юридический момент. Он связан с тем, что уже этот человек в этом судили, в том же суде, и там произошло, будем говорить так, сложение этих всех приговоров. И по одной из тех статей, которые там были до этого, связанные с наркотиками, этому человеку там была положена конфискация имущества. И судья в этом приговоре тоже вписал конфискацию имущества. Но само по себе вообще постановка вопроса, когда я это прочитал, по статье 336... Ухилянты. Ухилянки. Уклонение от мобилизации. Там нет такого, что конфискация имущества, там за коллаборантство есть такое, а вот за это нет. Но, как мы видим, судья здесь принял такое достаточно интересное и неоднозначное решение. Верховная Рада провалила голосование за предвыщение податков. Але повернеться до него вирогидно разом з реформою мытницы. Помните, друзья, я в моих видеороликах говорил, что будет голосование за повышение налогов. Оно как раз вот на этой неделе и должно было быть. Голосование прошло, и его провалили. Но, я думаю, что сдаваться не будут наши депутаты, президент, премьер-министр. И все-таки что-то там поменяют. Может, новый какой-то законопроект вкинут похуже, который для людей. И все равно постараются, я думаю, эту мысль, связанную с поднятием налогов, до людей достучаться, донести, чтобы налоги все-таки поднять. И жизнь наша, естественно, улучшилась. То есть, заплати налоги, спи спокойно. Зеленский подписал закон про подвышение акцизу на польные, как смениться цены на бензин 242 евро на 1000 литров, дизель 177 евро на 1000 литров и 148 евро на скрапленный газ. Так что там не получилось, но вот с акцизом уже получилось. То есть, бензин будет стоить дороже, газ будет стоить дороже, дизель будет стоить дороже. Видите, они же там не глупые люди на самом деле, чтобы я о них не говорил. Там не получилось, здесь получилось, там доголосовали, там подкинули. То есть, пытаются всеми возможными средствами подгребать денежки к государству туда поближе, а там уже их, соответственно, распределять потоки. Есть такая достаточно цікавая новина, что важливо, пишет Стефанчук. До Верховной Рады надошли заявы про відставку. Министр испытаний стратегичных галузей промысловости, министра юстиции, министра захиста Довкилля. Також заявы от головы фонда державного майна. Там еще, говорят, позже вице-премьер Стефанишина подала. И, как мы видим, друзья, что-то там у них меняется. Ну вот, мне это, честно сказать, не очень интересно, потому что, как их там, говорится, в этой басне, там как их не пересаживай, ничего хорошего для нас с вами не будет. Вопрос здесь не в этом. Вопрос здесь в патриотизме. Вот мне интересно, хоть кто-то из них, особенно министра юстиции Малюська, который вообще у нас, мягко говоря, странно себя ведет, кто-то хоть из них вообще после этого мобилизуется в вооруженные силы Украины и пойдет куда-то туда на Покровское направление защищать нашу Родину. Или, так говорится, не царское это дело, вот этим заниматься. Пусть, как говорится, там вот люди простые воюют, а они, как говорится, потом куда-то в Испанию или на новую должность куда-то там или еще перекочуют. Ну, как вы считаете, будет такое вообще, что кто-то из них пойдет в вооруженные силы? Я думаю, возраст они там все призывного, вполне здоровый, упитанный. Можно отправлять. Ухилянты. Я, друзья, хочу вам рассказать одну вещь. Вот есть такой всеми любимый, пятый президент, по-моему, Украины, Петр Алексеевич Порошенко. Вот когда я что-то о нем плохое там говорю, и, честно говоря, справедливые, на самом деле, нормальные вещи, мне постоянно пишут, что меня кто-то подкупил и дал денег, чтобы я это рассказывал. И намекают на Зеленского и его команду. Я, поверьте, с их командой ничего общего не имею. Я думаю, мои зрители, прекрасно мое отношение к этой команде и к самому Зеленскому понимают, кто меня давно смотрит. Но суть здесь не в этом. Суть в том, что мне случайно попался видеоролик. Там у них есть такая Ирина Герасченко, и она там рассказывала, что вот пять лет, мы пять лет, и дальше мы сидим. И она типа как бы показывала, что они сделали хорошего. Из того, что я слушал, там какая-то была вода такая, что-то непонятное для меня лично. Ну, что-то там они сделали, Господь кроется с ними. Но когда она, вот вдумайтесь, до какой степени вообще ситуация, стала хвалиться тем, что они приняли закон о коллаборации, ну, тут у меня вообще, честно сказать, что-то произошло. Я здесь специально не вставляю эти отрывки, чтобы не было там каких-то авторских правов и тому подобного. Поверьте мне, она там это рассказывает. Она говорит, мы ее там приняли о коллаборации. Я думаю, твою ж налево. Это же она приняла этот закон вместе с, я так понимаю, за командой. И тем самым нас начали людей сажать в тюрьму за лайки. Вот вдумайтесь, до какой степени вот они там все оторваны от нашего мира, действительно, они вообще не понимают. Я здесь не только, не хочу здесь опять, скажи, ты там Петю ругаешь. Я здесь не только о Пете, о всех депутатах, кто за это, не хочу сказать плохое слово, за этот закон голосовал. То есть приняли этот закон. И людей теперь, можно говорится, за какой-то там лайк Службы безопасности Украины сажать. Это вообще нормально этим хвалиться? Вообще там у них все хорошо? То есть они, как говорится, идут по такой вот этой вот позиции, что один в один, то что ШЗ команда, что Порошенко, одна у них там идея, одна цель, как говорится, продолжать войну, как я понимаю, дальше и победить обязательно Путина. Хотя, что такое победа, никто не рассказывает. И пусть про вот эту победу расскажет там в Полтаве, что произошло, горе какое у людей, сколько людей погибло. И пусть там расскажут. Люди даже повоевать не успели, и там мобилизованные эти погибли. Это же ужас, друзья, какой-то происходит. Можно же было пойти уже, я вчерашнем видеоролике об этом говорил, начать хотя бы переговоры, чтобы хотя бы эти ракеты не падали ни с того, ни с сего на наши города. А потом уже дальше как-то переходить к тому, чтобы как-то все-таки договариваться и выходить из этого, чтобы люди не погибали. Ну, честно сказать, меня аж кроет. Вот это по-другому не могу сказать. И как результат, вот видеоролик, я его в телеграме моем тоже публиковал. Посмотрите. Мама вывозит своего сына, которому не исполнилось 18 лет, из Украины, чтобы его не взяли на войну и не убили. Друзья, я особо хочу вам объяснить одну вещь. Это очень важное предупреждение, услышьте меня. Для того, чтобы закрыть границу завтра женщинам, детям, там с 14, с 12, с года или вообще никого не выпускать. Для этого не надо сложные процедуры, вроде решения суда. Собирается шмыгали его команда, им там поступает какая-то разнарядка, как я понимаю, из офиса президента. И они подписывают завтра никого не выпускать. Ни женщин, ни детей, ни инвалидов, никого. Все должны быть здесь и поддерживать Украину. Он же сказал, або воюй, або працюй. Ну, на рабство какое-то, выбора другого у людей, я так понимаю, нету, кто на территории Украины остался. Так что, друзья, вы всегда себе помните и понимайте, что это ваши дети, и вы только за них несете ответственность. Никому, вот как бы это ни было страшно, они не нужны, эти дети, кроме вас. Вот это вот помните и запомните себя раз и навсегда. Ну что, на этом попрощаюсь с вами. Пожелаю, конечно, всем здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего.